Привет всем! Купил 18-й Патриот от компании Урал. И в этом видео мы посмотрим сам динамик, посмотрим его параметры и сделаем чертеж для этого саба. Забрал саб вот в такой коробке. Сам динамик весит 23,5 кг, а вместе с коробкой 25 кг. И переносить это добро уже не очень-то легко. Упакован динамик в две коробки. Значит, та первая была черновая, а вот эта красивая цветная коробка была внутри той. Это радует, что две коробки дополнительная защита, какая-никакая. Посмотрел, коробка абсолютно целая, нигде ничего не замято, выглядит прям вот как после печати, как только с завода. Значит, мне повезло, динамик нигде никто не кидал, не швырял, углы не замяты, все целое. Параметры, в принципе, все те же, что указаны на сайте. Мощность заявленная номинальная 2,5 кВт. Катушка 101,6 это 4 дюйма. Ну и, в принципе, все остальные параметры, они есть на сайте, так на всякий случай вот за скринил. Достал динамик из коробки, он полностью в пенопласте со всех сторон, ну, кроме диффузора. Это радует то, что снижается вероятность, как-либо закосячить динамик при транспортировке. Еще дополнительное пенопластовое кольцо для защиты магнита. Радует, что так сделано. Урал в этом плане молодцы, упаковывают здорово. Вот этот зверюга, огромный, восемнаха. Значит, смотрел динамик, с ним все нормально. Сверху, значит, никаких излишек клея, ничего нету. Все чистенькое, все новенькое. На диффузоре, в общем, все приклеено, все нормально. Значит, корзина не идеальная. Есть некоторые косяки в покраске, но, в принципе, пофигу. Покрашено и покрашено. Не как этот, что там вручную красят, Бентли или Роллс-Ройс. Не Роллс-Ройс, конечно, но нормально. Так, шайба. Ну, что-то мне показалось, что она не очень большая. Четыре волны всего видно. Как-то казалось, что для восемнахи шайба должна быть побольше. А вот, значит, терминалы – это просто боль. Это пипец. Сюда влезет, дай бог, четыре, пять квадратов провод. Дырки просто мизерные. Я так понял, что точно такие же были на пятнадцатом Патриоте. И вторую версию они сделали нормальные терминалы уже под большой провод. И усилили подводящие. Здесь этого не сделали. Конечно, это печаль. Заявкой два с половиной киловатта. Такие сопли туда можно только засунуть. Снял резинку с магнитов. Значит, здесь три ферритовых кольца. Диаметр у них 220 миллиметров. Приклеенный, склеенный между собой не идеально ровно. Вот видно, что верхнее кольцо чуть уступает, собственно. Ну и среднее тоже, как такой ступенькой получилось, что ступенькой склеили. На ютубе смотрел видео, где был обзор какого-то динамика Прайд. И говорили, что там кольца криво приклеены. Так что, видите, не только Прайд клеит магниты криво. Ну и напоследок снял уплотнительное кольцо резиновое. И тут, конечно, огорчился я. Вот для меня как-то самый большой косяк из всех. Ну, во-первых, везде вот сколы краски по периметру. Абсолютно прям вот везде какая-то грязь. Всё в клею, всё грязное, всё везде косяки краски. Здесь вообще вот клей и уплотнительная резинка была приклеена сюда к корзине. Короче, вот это вообще безобразие. Мне вот это не понравилось. То есть, если ставить динамик без резинки, это будет выглядеть, как будто, блин, его насиловали и в рот и в зад уже продолжительное время. В отличие от диффузора, здесь всё чистенько, губа чистенькая, здесь всё хорошо. Но под резинкой, короче, вообще край. Везде клей, везде засрано, насрано. Ну, надеюсь, хоть он приклеен хорошо. В коробке с динамиком была наклейка «Урал Патриот» и инструкция, и гарантийный талон 2 в 1. Так, засниму, вот что здесь написано. Кому интересно, почитайте. Итак, в общем, посмотрели мы динамик «Урал Патриот» 18-й. Снаружи динамик очень красивый. Отлично выглядит. Хромированный магнит. Перламутровой краской покрашена корзина, такого рубинового цвета. Диффузор, колпак. Всё выглядит аккуратно. Никакого клея, ничего нету, подтёков. Значит, мне понравилось, что то, что маленькие терминалы, точнее, имеют маленькое сечение под акустический кабель, это раз. И не понравилось то, что под уплотнительным кольцом полный срач. Сколотая краска, какая-то грязь, и в некоторых местах вылазит клей. И теперь давайте посмотрим параметры динамика в интернете, сравним его с кое-каким другим динамиком, и рассчитаем короб для него. Итак, что же нужно для того, чтобы рассчитать короб, узнать размеры деталей, из которых он будет собираться? Нам для этого нужно узнать грязный объём. Вот я пометил красным, что такое грязный объём. Значит, из чего же он складывается? В первую очередь, из чистого объёма. Чистый объём – это тот объём, который необходим для работы того или иного динамика. Значит, он рассчитывается, исходя из калибра динамика, это 10, 12, 15 дюймов и так далее, из мощности, из того, какой усилитель, ну и из здравого смысла. Есть ещё, конечно, некоторые параметры, которые влияют на это, но не будем углубляться. Значит, второе. Грязный объём складывается из объёма порта. В данном случае короб будет на трубе, то есть, значит, из объёма трубы. Допустим, будет 250-я труба. Чтобы узнать её объём, нужно радиус в квадрате помножить на число π и на длину трубы. Следующее. Значит, грязный объём складывается ещё из-за вытесняемого объёма динамика. Этот параметр, к сожалению, наши производители, такие как Урал, Прайт, Альфарт, ну и ещё некоторые, не указывают. Ни в интернете этой информации нету, ни в мануэле, который идёт вместе с изделием. Такие производители, как зарубежные, как Sundown Audio, DD Audio, ну и многие серьёзные бренды зарубежные всегда эту информацию указывают. Она есть в интернете в полном объёме. Ещё нужно учитывать то, что если вы ставите какие-то перегородки для жёсткости, они тоже занимают какой-то объём. Соответственно, его тоже нужно учитывать и включать в грязный объём, чтобы чистый объём был неизменен. Если вы создаёте жёсткость шпильками металлическими, то, в принципе, это можно не учитывать, потому что они мало объёма занимают. А вот если это какие-то деревянные перегородки различные, либо какие-то это бруски круглые, распорки, то всё-таки объём они занимают и необходимо его тоже учитывать. Ну и как же нам узнать вытесняемый объём динамика, который производитель Урал, к сожалению, не указывает? Значит, способ первый. Придумать какую-то тару, налить туда воды, засунуть туда динамик и посмотреть, каким-то образом, сколько воды, собственно, САП вытеснил. Но этот способ провальный как для самого динамика, так как они не любят водные процедуры. Ну и нужно городить какой-то объём, какие-то метки рисовать, чтобы понять, сколько воды, собственно, он вытеснил. Значит, способ второй. Этот способ грубый, неточный, но, тем не менее, это лучше, чем ничего. Значит, зная диаметр магнита, в данном случае это 220 мм, мы можем возвести его радиус квадрат, помножить на число π и умножить на посадочную глубину динамика. Тем самым мы узнаем примерный объём. Ну, можно сделать гораздо проще. Собственно, к чему я это всё подвожу, значит, сейчас вы узнаете как. Погнали. Ещё забыл сказать, что можно рассчитать объём динамика в программе Спикершоп. И чтобы не закидали меня помидорами, нужно об этом сказать. Значит, в этой программе есть вкладочка, где можно ввести параметры размера динамика, там разные определённые какие-то, и программа выдаст тот объём, который он вытесняет. Но если не изменяет мне память, я пробовал, какой-то динамик был, не помню, по-моему, ДД, ввести эти параметры, и всё-таки значение, которое выдаёт программа, оно отличается от того, которое указано на сайте производителя. Так что, как вы будете узнавать этот объём, это дело ваше. Все способы, в принципе, вроде я рассказал. Опа! Мне кажется, прям братья-близнецы. Значит, зашёл на сайт Sundown Audio, слева изображён Sundown Audio X18 версия 2, справа наш Урал. Абсолютно одинаковые динамики. Смотрел на них внешне, сверял параметры и убедился, что это действительно так. Давайте теперь вместе посмотрим. Значит, это вот вид сверху, с лица, так скажем. Одинаковые корзины, примерно одинаковая губа. Так, вот вид с обратной стороны, со стороны магнита. Как видим, абсолютно одинаковые корзины, и тот, и тот динамик у нас 18 дюймов. Единственное, что у Sundown, по-моему, всё-таки, ну, судя по изображениям, магнит всё-таки повыше. Ну, собственно, там сейчас потом в параметрах посмотрим, оно так и будет, что у Sundown чуть повыше общая высота динамика. Значит, и у Sundown, и у Patriot магнит диаметром 220 мм. Кстати, у Sundown, это у версии 2, 220 до этого, а у версии 1, у них магнит был 190 мм. То есть, они увеличили. Теперь они одинаковые. Ну, вроде единственное, у Sundown он чуть повыше. Итак, давайте теперь посмотрим и сравним параметры этих динамиков. Значит, слева у нас Урал, справа Sundown. И тот, и тот 18 дюймов. Значит, и у того катушки 2 плюс 2 Ом. Магниты, как я уже сказал, 220 мм. Теперь резонансная частота у Урала 26,1, у Sundown 26,4. QTS у Урала 0,33, у Sundown, ну, чуть побольше, 0,40. Эквивалентный объем ВАЗ у Урала 152,2. Так, где он? У Sundown 154. Масса подвижной системы. А, так, сейчас, еще что-то дьется. Вот, силовой фактор у Урала 29,5, у Sundown 25,4. Ну, у Урала чуть побольше, но у них и катушки разные. У Sundown 3-дюймовая катушка, у Урала 4-дюймовая. Скорее всего, это из-за того, что длина проволоки Урала больше, так как за счет большей величины катушки. Магниты у них вроде одинаковые. Так, дальше. Масса подвижной системы. Урал 465,2, Sundown 449. Далее. Ну, в общем, вот высота. Общая высота у Урала 25,2, а здесь, вот, депс, глубина. У Sundown указано 10,25. Дюймов, я посчитал, в сантиметрах это 26 сантиметров. Но это хрен его знает. Или общую высоту они указывают 26, или это посадочная глубина. Если так, то у Урала, вот она, установочная глубина 23,4. Ну, то есть, на пару сантиметров Урал будет пониже. Ну, в принципе, не критично. Я к чему все это говорю, что вот он, наконец-то, заветный наш параметр. Итак, стоп, куда я? Вот он, Displacement. Это вытесняемый объем динамика, указанный на сайте Sundown Audi. Составляет 0,23 кубических фута. Давайте посчитаем. 1 кубический фут – это 28,3 литра. Итого, вытесняемый объем динамика Sundown Audi X18 – 6,5 литров. Соответственно, как мы уже посмотрели по картинкам и по параметрам, что это абсолютно одинаковые динамики по размерам, то можно смело этот объем применить к Урал Патриот 18. И спокойно рассчитать уже на основании этого чертеж. Прежде чем начать рассчитывать ящик, еще раз хочу показать по поводу того, что у наших производителей мало информации о параметрах динамика. И у таких, как Sundown и DD, с этим все в порядке. Вот, заходим на сайт Sundown. Выбираем X18. Здесь указаны параметры для двух версий этого саба. Потом другую вкладочку открываем. Здесь у нас рекомендации по закрытому ящику. Видим, что он не предусмотрен для этого семнахи. По фазоинвертору предлагается объем. Потом, опять же, вот этот вытесняемый объем. Глубина, ну и остальные параметры. Также отличие то, что на этих сайтах, у этих производителей предлагаются сразу готовые решения, готовые расчеты коробок для этих сабов. То есть, вот, сингл мы можем скачать для программы Google SketchUp уже готовый чертеж и по нему собрать ящик. То есть, для одного динамика, для двух динамиков. И такая же система на сайте DD Audio. Тоже полно всяких параметров динамика. Также указан вытесняемый объем. И на сайте точно я видел тоже готовые варианты коробок у них есть. Давайте перейдем теперь непосредственно к расчету короба. Вот я открыл спикершоп. Здесь я ввел уже параметры динамика. И, собственно, объем, настройку. И теперь немного расскажу. В общем, чистый объем. Я выбрал 142 литра. Это все исходя из того, как я объяснял здравого смысла, размеров багажника и так далее. То есть, это в моем багажнике, это максимальный размер ящика будет. Дальше уже, чтобы что-то больше влезло, нужно разбирать обшивки и так далее. В общем, 142 литра чистого объема. Настройку я выбрал 32 Гц. Значит, 250 труба, это внутренний диаметр у нее. Ну, смотря какие трубы. Трубы бывают разные. Это солекс труба 23.78 см внутренний диаметр будет. То есть, площадь порта, сечение порта. И спикер выдает длину 74,64 см. В реальности труба будет короче, потому что она идет с раскровом. Раскров, грубо говоря, труба с раскровом с двух сторон будет короче, чем указал спикер здесь. Труба будет 63 см. Будет насколько короче, длиннее, на это зависит какой раскров. Если раскров квадратный, то, соответственно, длина будет 74,64 см. Если раскров более плавной, пологой, то там она уменьшается, уменьшается. В общем, в моем случае длина трубы будет 63 см. Вот такой график получается. Еще хотел сказать то, что вот некоторые люди делают короб 180 литров чистого объема и ставят туда 200 трубу. Это очень маленькое сечение по отношению к этому объему. Это практически закрытый ящик. То есть, это ровная полка, как у закрытого ящика, широкая полка, но никакой отдачи нет. То есть, громкости нет. Можно сделать, допустим, 100 литров объема и запихнуть туда 2,02 трубы. Будет наоборот. Это сечение будет портов очень большое и будет график дикий пик. Будет очень узкая полка, но будет бешеная отдача. Собственно, к чему я это рассказываю, что я выбираю все время золотую середину, чтобы была более-менее ровненькая полка и чтобы громкость тоже была на уровне. К сожалению, спикершоп не показывает зависимость графика от сечения порта. То есть, если я поменяю здесь сечение на другое, график точно такой же оставит. Поэтому я хочу продемонстрировать на примере объема, что, ну просто какой график будет в тех случаях, которые я назвал. Допустим, сделаем сейчас 40 литров объем. Нарисуем график. Вот, видите. Сейчас еще цвет давайте поменяем. Вот он, фиолетовый график. Это такой график будет в случае, если, допустим, вот некоторые люди делают 180 литров чистого объема, ставят туда двухсотую трубу. Значит, следующая ситуация, допустим, давайте 300 литров сделаем. Поменяем. Сейчас. Поменяем цвет. Нарисуем график. Вот он голубой. Дикий острый пик. Собственно, бешеная отдача, но и будет играть пару всего частот. Поэтому я говорю, что вот я сторонник золотой середины, и график должен быть обычный, плавный, вот такой красивый, где будет и достаточно широкая полка, и высокая отдача. Ну, и теперь давайте рассчитаем уже наш, собственно, тот грязный объем, чтобы рассчитать детали для корпуса. Итак, значит, чистых 142 литра, трубу, я сказал, что длину 63 сантиметра буду делать. Значит, 250 труба, значит, радиус в квадрате умножить на число Пи умножить на 63 сантиметра. Значит, объем трубы будет 30 литров 909 миллилитров. Плюсуем к чистому объему. Значит, на сайте Sundown мы выяснили, вытесняем объем динамика, это 6,5 литров. Так, значит, чистый плюс вытесняемый плюс труба, и одну распорку я поставлю, деревянную, это будет черенок от лопаты, диаметр у нее 4 сантиметра, значит, радиус 2 на 2 на число Пи, и длина там будет 44,6, то есть 560 миллилитров. Еще сюда плюсуем и получаем грязный объем. Начертил короб, нарисовал трубу, динамик, все как положено. Вон, Урал, Патриот, все дела. Ладно, давайте поставим эту деталь на ящик. И проставлю размер, и, собственно, и все. Так, ладно, давайте посмотрим, что там внутри. Вот она, эта распорка, о которой я говорил. Сейчас как бы показать. Динамик, он есть зазорчик небольшой, но, блин, полотной к трубе, то есть все вот полотничком, таким получается, но, может быть, возможно, раскрыв будет поменьше, или там будет подрежу потом, как-то трубу пониже опустить, чтобы больше расстояния было между трубой и динамиком. Но главное не перекрывать вентиляционное отверстие в магните. Так, ну вот внутри такая нутрянка, вот так это все выглядит. Так, ладно, ну и поставлю размеры, вот там заскрините потом. И все, вот он коробок. Кому надо, собирайте, пожалуйста. Материал, забыл сказать, это 22-й NDF, то есть толщина материала 22 мм. Соответственно, верхняя стенка динамик двойная, там 44. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok